Решите уравнение в целых числах. Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. Выразим из уравнения одну из переменных. В данном случае удобно будет выразить переменную y. Если разность x в квадрате минус 1 равна 0, то x будет равен плюс-минус 1. И правая часть уравнения в этом случае не будет равна 0. А это значит, что разность x в квадрате минус 1 не может быть равна 0. То есть мы можем поделить обе части уравнения на эту разность. Распишем знаменатель по формуле разности квадратов и окончательно получим. Число x минус 1, так же как и число x плюс 1, отличаются от числа x на единицу. Но если числа отличаются на единицу, то они взаимно простые. Для того, чтобы в этом убедиться, найдем наибольший общий делитель таких чисел. То есть найдем наибольший общий делитель, например, числа x плюс 1 и числа x. Используя алгоритм Евклида, одно из чисел мы можем заменить на разность этих чисел. Вычитаем, например, из большего числа. Меньшее число. Получаем единицу. Второе число перепишем. То есть наибольший общий делитель оказался равен единице. А это значит, что число x и число x плюс 1 представляют собой пару взаимно простых чисел. Что и требовалось доказать. Но тогда из того, что мы доказали, следует, что числа x минус 1 и x плюс 1 должны быть делителями числа 9999. Разложим 9999 на простые множители. Получаем 3 умножить на 3 умножить на 11 и умножить на 101. И теперь можно найти все возможные значения пар чисел x минус 1 и x плюс 1, учитывая, что они друг от друга отличаются на число 2. Но действительно, если мы от большего числа отнимем меньшее число, то мы получим 2. Итак, учитывая все это, у нас может быть несколько случаев. Первый случай. Одно число равно 101, а второе число равно 99. Разность этих чисел равна 2. А значит, эта пара нам подходит. То есть, меньшее число x минус 1 должно быть равно 99, а большее число x плюс 1 должно быть равно 101. Находим x. Получаем 100. Подставляем в уравнение, находим y. Для второго случая берем числа 99 и 101 с противоположными знаками. То есть, меньшее чисел x минус 1 будет равно на этот раз минус 101, а большее число будет равно минус 99. Но тогда x будет равен минус 100, и после подстановки y также будет равен минус 100. Третий случай, который нам подходит, это число 11 и число 9. Эти числа также являются делителями нужного нам числа и отличаются друг от друга на число 2. То есть, в третьем случае, меньшее число x минус 1 будет равно 9, а большее число x плюс 1 будет равно 11. То есть, x будет равен 10, а y после подстановки будет равен 1010. Четвертый случай, это числа 11 и 9 с противоположными знаками. То есть, меньшее число будет равно минус 11, а большее число будет равно минус 9. Тогда x будет равен минус 10, а y при этом будет равен минус 1010. Пятый случай, это когда меньшее чисел равно единице, а большее чисел равно 3. Тогда x будет равен 2, а y при этом будет равен 6666. Следующий шестой случай, это когда меньшее число будет равно минус 3, а большее число будет равно минус единице. В этом случае получаем пару минус 2 и минус 6666. И теперь, казалось бы, уже все, но оказывается, есть еще один седьмой случай, когда меньшее число равно минус 1, а большее число равно 1. Как мы видим в этом случае, разность этих чисел также будет равна 2. В результате получаем пару 0,0. Пишем ответ. Решение уравнения состоит из 7 пар чисел. Минус 100, минус 100, 100, 100, минус 10, минус 1010, 10, 1010, минус 2 и минус 6666, 2 и 6666, и седьмая пара x равен 0, y равен 0. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк и обязательно напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok